Сегодня на библейском портале Экзегет, отталкиваясь от текста послания к римлянам, пятая глава, третий стих, мы зададимся вопросом, зачем хвалиться скорбями? Давайте сначала прочитаем этот отрывок. «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». И мы посмотрим комментарий древнехристианского Экзегета Оригена. Это его гамилия на послание к римлянам первоверховного апостола Павла. Ориген пишет, слово «хвалиться» иногда употребляется в писаниях в положительном, а иногда в отрицательном смысле. Вот и пророк Иеремия, когда говорит, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатой богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». То в одном и том же предложении он упоминает хваление и в похвальном, и в предосудительном смысле. Ибо если кто, говорит он, хвалится своей мудростью или силой, или богатством, то он хвалится предосудительно. А если кто хвалится познанием Бога или постижением судов Его, и милосердия, и праведности, то такой человек хвалится похвально. Ориген продолжает свое рассуждение. От скорби происходит терпение. Если известно, что терпение есть одна из добродетелей души, то без сомнения скорбь, которая порождает душевные добродетели, должна быть названа не злом и не тем, что безразлично, но добром. Итак, мы хвалимся скорбями, потому что мы видим смысл в наличии этих скорбей. Скорби приводят нас к терпению, а, как мы знаем, претерпевший до конца спасется. Таким образом, наша религия наполняет смыслом все – и боль, и скорби, и терпение, и саму смерть. И в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 10 по 13 стих, мы находим следующий отрывок. Здесь дается характеристика последним временам, которые очень напоминают время, в котором мы живем. И тогда соблазнятся многие. Имеются в виду люди, которые соблазнятся лжеучениями, лжеизмами, и отступят от церкви в период апостасии, всемирного отступления. И тогда соблазнятся многие. И мы знаем, когда была Октябрьская революция, сначала февральская, масонская, потом большевистская революция, атеистическая, с 1917 года. Сначала февраль, потом октябрь. Многие соблазнились. Многие пошли разрушать храмы. Многие пошли и стали сдавать свои иконы, бросать их в костер, водить вокруг этих костров хороводы. И как следствие этого апостасийного процесса, и друг друга будут предавать. И мы сейчас это наблюдаем в планетарном масштабе. Когда соседи доносят на соседей, когда люди, принадлежащие к одной корпорации, доносят на других людей из этой же корпорации. Кто-то кого-то увидел, кто-то что-то услышал. Прежде всего, в западном обществе, где проявляет себя такой очень тоталитарный либерализм, казалось бы, несовместимые понятия, но это так. И стукачество превращается в что-то такое добропорядочное с точки зрения обывателей. И в нашей стране тоже было нечто подобное, когда большевики пришли к власти, особенно после Октябрьского переворота, многие доносили на многих. Был такой культ Павлика Морозова, то есть сына, ребенка, который доносит на своего собственного отца. И как следствие сначала соблазна, потом вот этого духа взаимного предательства и возненавидю друг друга. А почему это следствие? Потому что, как учат Августин, мы любим тех, кому делаем добро, и не любим тех, которым делаем зло. Если человек доносит на другого человека, через какое-то время он начинает его ненавидеть, чтобы в своих собственных глазах оправдать это деяние малодушное, то, что он совершил. И возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут. Лжепророки – это те, которые обещают что-то в ближайшем будущем и прелестят многих. Это идеология марксизма, это идеология Третьего Рейха, сейчас это идеология золотого миллиарда. И прелестят многих. И многие следуют за этими измами, концепциями, псевдофилософскими решениями. И как результат, и по причине умножения беззакония, потому что лжепророки, они не приводят людей к закону Божию, а отводят от него, во многих охладеет любовь. И вот когда любовь охладеет во многих, когда люди перестанут с любовью воспринимать других людей, тогда понадобится терпение. Человек, любой человек хочет любить и хочет быть любимым. Это заложено в каждом из нас, потому что когда мы рождаемся в эту жизнь, нас объемлет любовь матери, любовь отца, любовь родных и близких, и мы отвечаем на это чувство благодарностью собственной любви по отношению к любящим нас. И человек, даже когда он на склоне своих лет, он ищет любви, и прежде всего он хочет быть любимым. Он хочет быть на глазах у людей. Но когда любовь охладеет, а это произойдет, когда люди будут ненавидеть друг друга, и мы видим охлаждение любви даже в христианских, православных сообществах, когда между нами конкуренция начинается, споры, разномыслия, разногласия, святейший патриарх обращает на это внимание, он говорит, очень важно нам всем стремиться к единству, к миру, искать мира и любить мир. Вот тогда нам понадобится терпение, которое обнаруживается через претерпевание скорбей. Как мы с вами и прочитали, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. И теперь мы начинаем понимать, почему Господь нам посылает скорби. Он их посылает для того, чтобы, когда мы доживем до времени, когда охладеет любовь во всех, мы смогли бы проявить терпение. То есть скорби, они закаляют нас, делают нас менее уязвимыми от воздействий извне. Поэтому не надо спрашивать, почему Господь ты посылаешь нам скорби. Надо спрашивать, для чего. А ведь о последних временах у пророка Даниила сказано, наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди, но спасутся в это время те, которые будут найдены, записаны в книге жизни. Итак, будем хвалиться и скорбями, к чему нас призывает апостол Павел, чтобы, когда настанет время терпеть, мы бы смогли проявить это терпение. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok